Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Людмила Мертишева, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзором Призанской области. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Добрый день, уважаемые телезрители. Весна, лето, осень, самая пора, когда расцветают и кишат различные кишечные заболевания. Какого вида и типа такие болезни процветают у нас в области? Я хочу сказать, что острая кишечная инфекция – это большая группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся поражением желудочно-кишечного тракта. Эти заболевания широко распространены среди населения и занимают второе место в инфекционной патологии человека – это после гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. К ним относятся такие заболевания, как дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, эшерихиозы и другие инфекции, установленные и неустановленные теологии. Причиной возникновения этих болезней являются бактерии, вирусы и продукты их жизнедеятельности – токсины. Механизм заражения – фекально-оральный, то есть возбудитель попадает через желудочно-кишечный тракт человека и вызывает в дальнейшем заболевания. Заражение происходит тремя путями – это пищевой путь передачи, водный и контактно-бытовой. Чаще всего заражение происходит с помощью пищевых продуктов, контаминированных возбудителями. В эпидемиологическом отношении наиболее опасными являются молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, мясные продукты, потому что это хорошая среда для размножения и сохранения возбудителя. Важным путем передачи является водный путь. При употреблении питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам, для питьевых целей, для бытовых нужд, может также произойти заражение. Но здесь водный путь характеризуется тем, что может вызывать не только спорадические единичные заболевания, но и вспышечные заболевания, заболевания, которые сопровождаются большим поражением людей. Кроме того, заражение может произойти и в быту. В бытовых условиях факторами передачи могут быть грязные руки, посуда, игрушки, полотенце и так далее. Вот такими путями происходит заражение. Общими для всех кишечных инфекций являются такие клинические проявления, как недомогание, слабость, затем присоединяется тошнота, рвота, диарейные явления, может подниматься температура, озноб. Вот такие клинические проявления. Но предшествует им инкубационный период. Это скрытый период от момента попадания возбудителя в организм до проявления клинических симптомов. Он колеблется от нескольких часов при бактериальных пищевых отравлениях до 5-7 дней при других кишечных инфекциях, таких как сальмонеллюз, дизентерия, вот такие инфекции. Эпидемиологическая ситуация на территории Рязанской области по кишечным инфекциям в настоящее время, скажем так, благополучная, обычная, соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних уровней и по сравнению с прошлым годом находятся на аналогичных цифрах. Первое ранговое место занимает острые кишечные инфекции, неустановленные теологии, на долю которых приходится где-то 70% всех заболеваний. Чуть больше 20% составляет острые кишечные инфекции, установленные теологии, когда выделяется какой-либо возбудитель. Затем 3-5% приходится на сальмонеллюзы и менее 1% на дизентерию. Но следует отметить, что в настоящее время структура кишечных инфекций несколько изменилась. На второй план уходят инфекции, вызванные бактериальной флорой. И все чаще регистрируются кишечные инфекции, вызванные вирусами. Здесь приоритетом является ротовирусная инфекция. Но за последние 2-3 года в нашем регионе появилась новая норовирусная инфекция, которая вызывается вирусом норволк. Особенностью вирусных гастроэнтеритов является очень маленькая заражающая доза. Буквально достаточно 10 вирусных частиц, чтобы человек заболел. И вторым моментом является большая контагиозность вирусных гастроэнтеритов. То есть широкое распространение, особенно в детском организованном коллективе, среди детишек. Людмила Михайловна, скажите, пожалуйста, кто же в первую очередь страдает от кишечных инфекций? Кишечными инфекциями болеют как взрослое население, так и дети. Но в основном в эпидемический процесс чаще всего вовлекаются дети до 14 лет, на долю которых где-то приходится процентов 70 от всех заболевших людей. Группой риска являются маленькие детки до 2-х летнего возраста. Но это связано, как правило, с тем, что они еще в силу своего возраста не владеют навыками соблюдения правил личной гигиены. Но заболеваемость в области определяют в основном жители города Рязани, которые составляют где-то процентов 60 от всей заболеваемости по области. В районах области заболеваемость несколько ниже, чем в областном центре. Заразились, заболели, все плохо. Что делать в первую очередь? Если случилось так, что человек заболел кишечной инфекцией, прежде всего надо обратиться к врачу. Можно вызвать скорую помощь, если совсем плохо. Если человек может обратиться в лечебно-профилактическую организацию по месту жительства, надо обращаться к врачу. Очень часто бывает, что сейчас доступны лекарственные средства в аптечной сети, и люди начинают сразу принимать антибиотики. Но это не всегда правильное решение, потому что бактериальные кишечные инфекции можно вылечить антибиотики, вирусные – нет. Антибиотики не действуют на вирусные гастроэнтериты. Здесь совершенно должно быть другое лечение. Поэтому правильность, адекватность лечения может назначить только специалисты. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, надо обращаться в лечебно-профилактические организации. Что касается профилактики, какие меры предпринимаются, дабы избежать заражения? Каждое инфекционное заболевание легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому, чтобы не заболеть кишечными инфекциями, надо соблюдать элементарные меры профилактики. В чем они заключаются? Кишечная инфекция в народе всегда считалась болезнью грязных рук. Поэтому, прежде всего, необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. То есть мытье рук перед приемом пищи, после прогулок, после посещения туалета. Обязательно двукратное намыливание, тщательное мытье рук. Не допускать, чтобы пищевые продукты и посуда подвергались действию мух. Надо обязательно закрывать пищевые продукты пищевой пленкой или убирать в холодильник. Окна и дверные проемы должны быть засечены, либо сеткой, либо марлей, чтобы мухи не попадали, так как на лапах переносит возбудитель кишечных инфекций. Что еще можно сказать? Значит, обязательно тщательное мытье овощей, фруктов, зелени. И желательно не только промыть под проточной водой, но и обдать кипятком. Пища должна быть свежеприготовленная и использоваться для питания в течение двух часов, не более. Если салаты только хранятся в условии холодильника, то уже не более трех часов. Покупать пищевые продукты надо строго, значит, либо в магазинах, либо на рынке, но ни в коем случае на стихийных рынках, на остановках общественного транспорта. Продукты должны иметь все разрешающие документы, обеспечивающие и качество, и безопасность. Воду пить только кипяченую, либо бутилированную. Сырую воду из крана пить не рекомендуется. Сейчас еще стоит жаркая погода, люди еще купаются, поэтому при купании желательно не заглатывать речную воду, так как она может тоже послужить фактором передачи. Я уже сказала, что чаще болеют маленькие детки, поэтому мамам рекомендовано тоже соблюдать при кормлении, при уходе за детьми правила личной гигиены, чтобы не заразить своих детишек. Вот такие меры профилактики. Соблюдая эти меры, употребляя доброкачественные продукты и воду гарантированного качества, мы позволим избежать заражения кишечными инфекциями, защитить свое здоровье и здоровье своих близких. Все вроде бы очень просто. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Очень приятно было с вами побеседовать, очень интересная тема. Это была программа «Семь минут». Мы с вами увидимся через неделю. Всего вам хорошего и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»